Все подробности в газовой теме узнаем от Геннадия Рябцева, эксперта в области энергетики. Геннадий Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, очевидно, вы уже комментировали и у нас эту новость о крахе фактическом Газпрома, но как-то слишком быстро получается. Да, они потеряли рынок, да, понятно, санкции, но как же так получилось, что такой гигант, обладающий такой развитой инфраструктурой, массой непрофильных активов, стадионами, радиостанциями, телеканалами и так далее, и вдруг такое падение, такой крах. Это можно объяснить? Можно. Ну, если, например, доходы от собственной деятельности направлять не на развитие компании, и не на создание, например, флота газовозов, не на создание технологий освоения, технологий сжижения газа, заниматься, собственно говоря, строительством, стадионом и пропагандой, и подкармливанием всевозможных политических сил за рубежом во имя великого будущего своей страны, в кавычках, то, в конце концов, окажется, что оплатить-то по счетам нечем, а доходов-то нет и в ближайшие годы не планируется. Уже давно известно, и, в общем, не просто так в российском фольклоре появилась песня о желании стать акционером «Газпрома». Вовсе не на пустом месте появились эти рассказы о том, каким образом прожигают жизнь даже мелкие чиновники этой компании. Поэтому то, что происходит сейчас, это то закономерное явление, которое следует после того, как компания, получив в наследство от Советского Союза фактически неисчерпаемый источник доходов, а именно трубопроводную систему, связывающую Советский Союз с Западной Европой, она после ряда политических решений Владимира Владимировича Путина оказалась у разбитого корыта. И теперь пытается показать, я не знаю, кому, наверное, собственно говоря, россиянам, которые собрались у телевизора, доказать пытается им, что это не у них плохо, это в Европе плохо. Это там что-то будет происходить после того, как Российская Федерация прекратит поставлять остатки того газа, который поставлялся в Европейский Союз до начала войны. И сейчас это просто выглядит смешно. Единственный, кто может пострадать от того, что Миллер закроет краник на трубах, поставляющих газ в Европейский Союз, это та самая Венгрия, министр иностранных дел, который, похоже, вообще не понимает, что такое энергетическая независимость. Ведь энергетическая независимость имеет одно железное правило, которое присутствует во всех основополагающих документах по этому вопросу. И это правило звучит не более 30% одного энергоносителя по одному маршруту из одной страны. Или господин Сиарта вообще не читает соответствующих документов, или он настолько уверен в том, что с Российской Федерацией все будет хорошо, и она будет продолжать поставлять по льготной цене газ в Венгрии, или, кстати, не только газ, но и нефтяное сырье, что вот ничего вообще не произойдет с Российской Федерацией в ближайшие годы, и вот это будет неисчерпаемый источник энергоносителей для Венгрии. Но, извините, складывать денежки в один кошелек или яйца в одну корзинку, это очень нехорошая практика. И, собственно говоря, премьер Газпрома демонстрирует эту нехорошесть практики. Если на протяжении 30 последних лет, если не считать Советский Союз, привязываться к Европейскому Союзу и рассчитывать на то, что европейцы будут платить по сколь угодно высокой цене, которую запросит Газпром на протяжении ближайших 50-100 и более лет, ну, можно оказаться вот в той ситуации, в которой оказался Газпром. И очень вероятно, что в такой же самой ситуации окажется и Венгрия, если она не будет предпринимать действия, направленных на реальное обеспечение энергетической безопасности не на словах политиков, а на деле, как это сделал Европейский Союз, который сейчас может с полной уверенностью заявить, мы, как Европейский Союз, независим от поставок ни одного из энергоносителей, так как это было, например, 5-10 лет назад. И, Надя, как раз у вас хотела спросить, каким образом может исправить ситуацию и состояние Газпрома новое отношение с Венгрией в вопросе, да, и решение предоставления газа по турецкому потоку. Ну, вы уже об этом ответили, спасибо, что прокомментировали. Но я хочу еще добавить, что сказал глава Газпрома Алексей Миллер. Он недавно заявил, что якобы из-за уменьшения потребления именно российского газа страдает, в первую очередь, европейская промышленность. Но мы же вспоминаем то, что говорят аналитики, ваши коллеги, небольшие последствия ощущает лишь Германия, которая до войны была одним из главных клиентов Газпрома. Но это небольшие, скажем так, на сегодняшний день последствия, то, что уже, да, им есть. Никакой день индустриализации Европы, о котором, говорит Миллер, ждать не стоит. И также в Газпроме, что прогнозируют возрождение влиятельности компании экспорт газа в 2023-м, я напоминаю, составил лишь 100 миллиардов кубометров, что в 2,5 раза меньше, чем в 2021-м. Но, как сообщит глава компании Миллер, в мире якобы наблюдается тренд на увеличение спроса на газ. И к 2050-му году он вырастет на треть примерно до 5,7 триллионов кубометров. Но, как заявляют эксперты, это лишь манипуляции госкорпорации. Так, мы без манипуляций, но все же таких хотелось бы разобрать. Во-первых, первый момент – это насколько здесь продолжает страдать европейская промышленность, я вам передам слово. Ну, а вторую часть тоже попытаемся успеть прокомментировать. Пожалуйста. Я назвал две вещи, на которые не обращали внимания в «Газпроме». Это на необходимости создания флота газовозов и о создании и освоении технологии круптоотнонажного сжижения природного газа. Могу назвать еще одно, на что никто в «Газпроме» не обращал внимания и по-прежнему не обращает. Это энергоэффективность, повышение энергоэффективности. Почему-то в «Газпроме» считают, что европейские предприятия не предпринимают никаких действий, направленных на то, чтобы получать больше продукции с использованием меньшего объема энергоносителя, чтобы повышать доходы от работы промышленности, переводя предприятия не только на автоматизированные производства, но и на автоматические производства. То есть без участия человека производятся товары высочайшего качества с огромной добавленной стоимостью. И Германия в этом плане является лидером индустрии 4.0, в то время как Российская Федерация успешно осваивает обратную индустриализацию. То есть идет в обратном направлении по технологическому развитию, успешно используя технологии XX века. Ну, если вот так вот Миллер считает, что это будет во всем мире, в том числе и в Германии, ну, флаг ему в руки. Хотя мне кажется, что он все прекрасно понимает. Просто он озвучивает то, что будет приятно его хозяину. Поскольку уже давным-давно понятно, ни Миллер, ни «Газпром», ни «Сечин», ни «Роснефть» не имеют никакой собственной политики, не имеют никакого собственного мнения. Они рассказывают только то, что будет приятно Владимиру Владимировичу Путину, культ личности которого уже сформировался в Российской Федерации. Поэтому то, что говорит Миллер, это то, что хочет слышать Путин. Вот и все. Спасибо, Геннадий Леонидович. Мы, в отличие от них, все говорим, что это на самом деле происходит. И спасибо, что помогаете нам понять происходящее. Спасибо. Эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев был гостем этой части нашего эфира. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова